Опачки, мобильный шиномонтаж. Крошки мои, так я ж крашусь. Данюша приехала, она ж меня красит. Это съемка специально для мамы. Мама, вот там тросик в руках. Мой любимый костюм. Девочки, честно, мне сейчас хочется плакать. Всегда и себе, и для себя, и всем своим друзьям советую. А мы пришли к мамочоле, потому что она тут недалеко живет. Представляете, мы сейчас с Денькой чуть не подрались. Привет, мои хорошие, с вами Селена, и мы начинаем влог. И сегодня у нас начало с того, что... Кто здесь? Я! Ой, Настюлик тут! Решила впервые воспользоваться мобильным шиномонтажом, потому что колеса у меня находятся у мамы дома. Ну, от ее машины у нее дома, естественно, да? Помогает это все сделать нам, вытащить их, спустить брат, потому что колеса уже с дисками. Ну, даже не без дисков, все равно тяжеловато для девушки резину эту спускать без лифта с высокого этажа. Вот, поэтому брат всегда помогает, и маме, и мне. В багажнике сейчас у меня, как видите, у меня два детских кресла стоит. И если я одно убираю кресло, то я его кладу в багажник. А вот, детское кресло на случай у меня. Опачки! Мобильный шиномонтаж. Первый раз пользуюсь. Сейчас посмотрим, как сделают. Смотрите, вот такая машинка, здесь все оборудовано. Ничего себе! Будут все крутить, балансировать. Балансировку тоже сделаете, да? Супер! И вот так на месте прям снимут наши диски. О! Ух ты! Первый раз такую штучку вижу. Обычно это, ногой вот так качают. Не успела я вам договорить, как приехал все на монтажник. В общем, все сделал за минут 20, наверное. Все быстро. Брат понес сейчас колеса маме отвозить. Тут сидим в ожидании. Вот. И поедем потом ТО делать. Так, сейчас решили посмотреть. У мамы багажник не работал. Тросик порвали там предыдущие мастера, которые ей делали. И багажник все время открывался с ключа. Сейчас я пришла к нашим электрикам, чтобы центральный замок сделать, ключик, короче. Спросила, что надо купить. И вот сказала про багажник. Вот он полез посмотреть, что там. Это съемка специально для мамы. Мама, вот он тросик в руках у мастера. Полмашины не разбирали. Разобрали только вот порожек. И вот это. Ей сказали просто, что это полмашины разбирать. И мы не можем это сделать. Когда-то давно. Опа, работает. Мама, радуйся. В общем, сделала я маме ТО. Что-то себя начинаю плохо чувствовать. Ну так, устала, наверное. Ну, в плане... Нет, устала. Больше не буду вам говорить, что я устала. Потом это оборачивается против меня. Зачем вам слышать, что кто-то устал, да? Тем более понятие устал, у каждого это свое. Кто-то устает просто умственно, например. Делать умственную работу. Держать много в голове. Организовывать моменты. При этом может сидеть на жопе ровно. И устать. Просто устать. Отключить мозг хочет. Кто-то может устать от того, что кирпичи разгружал весь день. Кто-то по дому хлопотал. Кто-то с ребенком весь день проводил, может быть. Няня или еще кто-то. И голова кругом, когда ребенок разговаривает. Поэтому не все понимают меня. Не все, короче, понимают меня, когда я говорю, что я устаю. Ну, да, но просто еще немного плохо себя чувствую в плане этого, ну, по ощущениям. Видимо, уже надо домой идти. Сейчас решили в Ленту заехать за молоком. Потому что только в Ленте продается это молоко вообще. Что за нафиг? Мое любимое молоко только в Ленте. Сейчас быстро я возьму молока и все, и поедем домой. Хотела сегодня еще по магазинам пройти с деньги там что-то купить, но уже сил нет. Ну, е-мой. Денька опять дрыхнет, вы представляете? Что-то... Эй, время-то опять 35. Не-нет, это он сейчас это... Это просто он... Просто-просто ненадолго преснул. Ой. Устал, что ли, не пойму. А что? События, да? Туда-сюда пошли. Погода, наверное, устает. Так, на мне очки, кстати, которые от сну, вы поняли, да, противобликовые. Я не помню, говорила или нет, что-то у меня с памятью беда. В общем, сейчас еду к маме, везу я ее по ссылке. Так что скоро у вас будут новые видео на канале Мамы Распаковочки. Проходите под видео. Там я оставлю ссылку на ее канал. Подписывайтесь, поддержите. Мамы чоли мои. Вот, и все. И потом поеду домой. Хочу что-нибудь вкусненькое приготовить. Может, сырнички, кстати, приготовлю. Либо в блендере, знаете, сделаю там творожок и... Не знаю, что-то хлопья какие-нибудь, что-нибудь вкусненькое сделаю. Но вам, если что, конечно же, все покажу здесь. А, еще хотела поделиться тем, что машинка очень резво едет. Я прям сначала такая еду, не поняла. Думаю, ну, на самом деле я знаю, что когда сделаешь ТО, новое маслице зальешь, то машинка сразу лучше едет. Но, по-моему, она прям так хотела замену масла и замену всех этих фильтров. Воздушный, масляной фильтр и салонный поменяла. И сразу она прям такая, уф, кобыляка. Такая, ух, ой, спасибо, Селеночка. Прям, я не знаю, едет как не Тойота. Нет, как Тойота, только какая-нибудь крутая, суперкрутая Тойота. Резвая. В общем, так что, довольная. Вот, смотрите, уже музыка есть, да. ТО сделали, тапки поменяли. Багажник сделали. Уже сколько всего мама сделала. Мама будет только рада. И сделала центральный замок вообще. А, еще эти штуки хочу поменять. Вот, которые сейчас на фоне скрипят, да. Ну, чтобы лучше стекла вытирала. Вот, и, по-моему, все. Ничего такого глобального не остается. И уже машину совсем другую маме отдам. А мы уже, кстати, с любимой выбрали машину, которую будем брать. Потому что главное, вы же знаете, да, прежде чем... Всегда и себе, и для себя, и всем своим друзьям советую, когда они чего-то очень хотят, да, а оно все не приходит и не приходит, я начинаю задавать вопросы более точные. А какую ты хочешь? Например, машину. У меня многие там подружки, да, у кого нет машин, хотят. Я говорю, а какую ты хочешь машину? Какая она должна быть? Какого цвета? Какой салон? Какая марка? Ну, такие, да, вот элементарные там моменты. А какой налог ты хочешь платить, да? И я заметила вот даже по себе и по некоторым там своим друзьям, да, я пришла к тому, что пока ты точно не знаешь, что ты хочешь, такая ты не определена, да? Ну, и как бы у тебя и как бы денег, может быть, на это еще нет, да? Ты как бы там собираешь, визуализируешь, да? Пока ты точно не поймешь, что тебе нужно, вплоть до там марки или хотя бы цвет, ты будешь знать, какой тебе нужен, да? Сколько примерно она должна стоить, какого примерно она должна быть размера. То есть, когда ты фантазируешь, что ты садишься в машину, и ты едешь, ты в какую машину садишься, да? Ты же не садишься просто в какую-то эфемерную, или как сказать, непонятную, безразмерную, бесцветную машину, да? Ты садишься же в какую-то определенную, какую ты видишь машину, да? Я просто частенько занимаюсь визуализацией, и это не просто так, знаете, я там сижу, визуализирую Нет, оно автоматом у меня естественным образом всплывает, но я просто люблю пофантазировать, помечтать И я думаю, что именно это, вот именно это, мои мечты и фантазии с самого детства приводят меня именно туда, куда я хочу Поэтому, наконец-таки, мы определились с машиной, которую я хочу, которая у меня будет Вот, и, конечно же, уже не за горами будем брать новую машину А эту отдам маме, конечно же, ее машину, отдам ее еще лучше, чем она была Все прекрасно? Все, ждем видосы, беги Спасибо вам До свидания, он спит Все, давай Давай Ну что, мои хорошие, все, короче, позалипала, заказы сделала, которые надо Блин, я вам не сняла, какую я сегодня вкусняшку обалденную сделала, простите Я в инстаграм сняла Короче, рассказываю рецепт Намешала Два яблока Одна треть огурчика или половина огурца, где-то вот так должно быть Три кружочка ананаса консервированного И сельдерей Один стебелек или два стебелька, кто как любит Все это просто в блендере перемолола Ничего не добавляла, ни сахара, ни соли, ничего Немного можно сока от этих ананасов добавить Потому что там сахар содержится, дай боже Это так вкусно И еще семя льна туда нафигачила, прям жменью такое А она хрустела так все, боже, как это было вкусно Мне кажется, я еще сделаю Сейчас малого вложу, еще сделаю Все, пошла Доброе утро, мои хорошие Точнее, доброго дня Уже день Сейчас мы кушаем Я пью вторую кружку кофе Что-то я напиточек взяла Что-то непонятно Молока, короче, не хватает Напиток взяла Там кешью, кокосы Вот я заметила, где орехи в молоке Или напитки добавлены Мне как-то тяжеловато пить Мне жирновато Поэтому нужно просто соевое молоко Сейчас, короче, мы уже завтракали Сейчас мы покушаем, пообедаем Потому что время уже 2 часа Без 10-2 Я еду за блочком Он уже есть И потом поеду Блин, вообще хотела Хотя... Блин Все, я до детского мира доехать не могу Я хочу деньку приодеть Костюмчики купить ему Обувь купить ему Улыбочка у мальчика Костюмчики новые хочешь? Все, хочу доехать До детского мира Приодеть деньку И вот на свой вкус там все набрать Чтобы выбор был большой И сапожки какие-то хорошие взять И костюмчик прям тепленький И вот, не знаю, что-то обновить Надоело мне его Надоели мне его вещи все Хочу обновить Вот И вот хотела походить Но мне нужно блочок этот поставить Если я его сейчас заберу То мне на 2 часа нужно будет отдать машину Где буду 2 часа торчать? Об этом я и не думала Так что надо сейчас выпить кофе И подумать об этом Представляете? Взяла блочки Кстати, вот они Вот так выглядят Потом покажу, когда все сделают Ну, короче, блочок Вот, блочки Блочок один Вот так вот он выглядит Короче, вот ставят Подключают И вот такие вот штуки Здесь Потом открыть-закрыть С выгидным ключиком Ключ можно еще домой сделать Точнее мамин от машины Короче, сделаю все Так Представляете? Прихожу, а он говорит, что у них выходной И по телефону я звоню Говорю, выходной Он точнее говорит, выходной Я говорю, что за выходной? Не воскресенье же он говорит Да, вот типа праздник сегодня День какого-то единства Там что-то такое Я говорю, ну ладно До завтра придем Блочок у меня Все дела Ну и вывод сам собой Я же хотела Денечку В детский мир Поэтому мы едем сейчас В горизонт Да? В горизонт едем В детский мир Или Не, в горизонт В горизонте большой детский мир Там больше выбора Так что да, мы едем в горизонт Хотя сейчас там какая-то перестановочка И раньше было там 4 этажа А сейчас там не 4 этажа А 2 этажа 4 и 5 Ну, надо зайти вообще И посмотреть, как там за что Вот Мне еще нужно купить вот эту вот, знаете Взбивалочку для этого Взбивалочку для молока Икеевскую Она мне долго прослужила Но сломалась Кстати, сегодня у нас просто Великолепнейшая погода Я прям вышла Я в кожанке просто, да И я вышла Пахнет все вокруг Ветра нет Очень классная погода Так что мы с Денькой еще и погуляем обязательно Из всего многообразия Мне понравились вот эти 2 вида Вот таких Вот такие И вот такие кожаные Ну-ка повернись В принципе, эти нам подходят Слушай, а вот эти стиляжные такие Тут еще надпись какая-то Мне вот эти нравятся Обалдеть Так, на цены еще не осмотрела Я решила взять то, что мне понравится Я буду выбирать себе, как Деньки Цены не написано Короче, здесь не знаю Сколько они стоят Но мне нравится Мне нравится Во-первых, похоже на одну На одну модельку Которая мне для себя даже нравилась Плюс мне нравится Эта беленькая, зелененькая Сочетание с желтым Белая подошва Это как у меня кроссы Прям, да Вот И вот эта сзади Вообще обалденная Короче, я хочу вот эти взять Что это? Это мусор А, мусор Короче, я хочу вот эти походу взять Сейчас второй ему одену Надо проверить по размеру 27-й я взяла Вроде 27-й Ну, нормально Ну, на один сезон, понятное дело Ребенку Нога растет Сильно быстро Так, ну что Пришла ко мне моя любимая картошка С индейкой Просто обожаю ее А Денька уже половину макарон съела Ему первому принесли Это у нас здесь какао Арахисовая У Деньки морс И потом десертики у нас еще Да Праздник Гулять так гулять Представляете Мы сейчас с Денькой Чуть не подрались Из-за мороженой сникерс Оно нам обоим так понравилось И я, главное, ему дала Последние там Последние кусочки оставались И я ему перед этим дала Раз, два Говорю, все Это маме последний кусочек Он у меня прям из рук ему Изо рта почти вырвал И я такая А маме, а маме Короче, он не давал мне Набрать на ложку Кусочек мороженого А кусочек бисквита Прям дорожаки Я говорю, а маме, а маме И он просто запихивает Я говорю, а маме, а маме И он, короче, бисквит тебе А мороженое мне Я говорю, вот Так с мамой Извиниться надо Короче, мы сладкоежки Сданька и походу жуткие Смотрите Девочки, я поменяла белье Белье это Ну, на втором канале Была распаковка Я вам показывала Но Ну, не распаковывала его Да, сейчас это поменяла И прикол в том Что я заказала Комплект И дополнительно К комплекту Я заказала еще Простынь на резинке И простынь на резинке Она такая же Как покрывала А в комплекте она идет Вот такая простынь Без резинки Короче, классно Все на молнии Вот эти вот 50 на 70 В комплекте на молнии Это тоже на молнии Под одеяльник Это верблюжий туда Одеяло верблюжий засунула Она такая И на лето, и на зиму Очень хорошо И вот Простынка на резинке Вообще Смотрите, как в интерьер Вписывается, да? По цвету Идеально Дети уже тут как тут все Представляете? Думала, что камеру Забыла в машине Не снимала Вчера вечера Не снимала Сегодня полдня А мне еще нужно было Перебросить файлы Для того, чтобы монтировать влог И я такая думала Блин, в машине камеру оставила И сейчас я это убирала Она, оказывается, на столике Я кинула на нее маечку И не видела А сейчас, понимая Я уже выхожу Думаю, блин Делать нечего дома Ну, как бы не Всегда есть что делать Но мне надо, короче, маме Ехать и обновлять машину Последняя деталь осталась Это сделать центральный замок Я сегодня сказала, что я приду После 12 Вот уже без 15 и 2 И мы выходим Все, оставили машинку Через 2 часа должно быть все готово Вот, сейчас это Сейчас пойдем, наверное, на площадке Сначала потусуем А потом я же кофе пью Я могу захотеть срочно в дамскую Блин, собаки тут уличные Так не люблю Ладно, пойдем погуляем Вот Денька легких путей не ищет Не на горку сразу Пошел на какую-то штуку Аккуратно, зая, аккуратно, смотри Любит он вот эти все вещички Короче, вот здесь у нас недалеко Есть вот такая вот детская площадка Новая, причем открылась Раньше ее не было Построили вот И вот этого всего не было Я даже не помню, что здесь был Лес, что ли, такой Лесок, наверное, да? Небольшой Что-то было А сейчас вот застроили Вот так все красиво сделали Вот там можно заниматься Мама видео свое снимала Вот она там занималась Пробовала На этих штуках А теперь приятненькое местечко А мы пришли к маме Чоли Потому что она тут недалеко живет Смотрите, она нас тут путчивает Салатиком Супчик сейчас будет Вот с Денькой бутербродики кушаем Короче Тебя не показывают, да? Мама в домашнем Только видео сняла Переоделась, отдыхает Денька вон, смотрите Что тут? Бутерброд ест Книжку изучает Рисует мальчик У мамы вон Видео для вас На выводе Ссылка, как всегда На мамочку под видео Я пошла Сегодня, кстати, я вот так была Денька мне такие классные фотки сделал А сейчас захожу домой Я сегодня не накрасилась Губы только там накрасила И то каким-то цветом таким Что, по-моему, лучше бы и не красила И сейчас думаю Сейчас зайду И у меня лицо такое Слушайте, просто на удивление Мне кажется, у меня тон лица выровнялся Я же сделала маску утром Эту Эмульгатор Блин Как она называется? Короче, утром сделала маску Альгинатную, вот Вспомнила И выходила, когда мне не нравился Цвет моего лица Тон какой-то Какое-то оно все было А сейчас смотрю в зеркало И смотрю, у меня какой-то более ровный тон Прямо на удивление Маска, видимо, не сразу работает А потом, когда уже все сошло Покраснения сошли Все дела И прям Приятное лицо Даже не накрашенное Блин, девочки, забыла Что я в магазине взяла Вот такие рогальки Первый раз пробую Там продавщицы две были В один голос мне Берите, берите Они очень вкусные Я думаю, ну ладно Раз вы так в один голос говорите Я возьму Я просто не ожидала Что они такие вкусные Надо было вообще все забрать Которые были Мы сейчас уже с Денькой навернули Конкретно Четыре штучки осталось Блин, они Нежные Там твой Девочки Я просто в шоке Что я сейчас сделала Я даже боюсь Вот просто Я вот Я просто Я просто Ааа, блин Это какой-то ужас Я Я постирала Сейчас Я думала Машинка пустая Мой любимый костюм Девочки, чисто Мне сейчас хочется Плакать Я еще не открывала машинку Мы сейчас посмотрим Что еще я туда положила Твою мать Бляхо, мухо Еще там джинсы мои Из Бельгии Я просто боюсь Реально открывать Короче Я захотела Почистить машинку Засыпала туда Кислоты Лимонной И включила На 90 Внимание Градусов Без отжима И сейчас Она пикает Такая Я ее выключаю И такая Дотрагиваюсь И просто вижу Там свой костюм Вот эти буквы Девочки И я аж Аж вздрогнула И скорее бегу За камерой Естественно Чтобы поделиться С вами своим горем Я просто Я не знаю Я не знаю Я хотела избавиться От вещей Но сейчас я буду Позитивчик во всем искать Все, девочки Вот она там Отжимает 10 минут осталось Я купаться собралась Но я не могу Я не смогу нормально купаться Хотя Может быть Я быстрее искупаюсь Точно Иду купаться А то я люблю Блин По часу сидеть Ваня А так Мне будет интересно Достать все это Сейчас пойду искупаюсь Фу Ну что Мои хорошие Я искупалась Все равно У меня не получилось 10 минут На 10 минут Я еще задержалась Просто я не могу Вылезти Когда на меня Льется горячая вода Еще если я дома Так Нет-нет Подзамелось Во мне ноги Можно Бывает Такое все Ну и как-то Прям захотелось Посидеть Погреться В общем все Пойдемте смотреть Денька уже сам Чуть не вытащил белье Я говорю Зая не вытаскивай Мама сейчас будет шок Прям в ванне Так что Пойдемте Смотреть Боже мой Боже мой Что будет с бельем Если постирать его В лимонной кислоте Так Ну Носки вроде нормальные Синя Видите У меня тут синяя Все Блин Ну мой костюм Я не знаю Мне кажется Может мне кажется Что вот эти белые Пятна стали не белыми Что лимонная кислота Делать с вещами Вообще Я не знаю Это надо наверное Черное еще Господи Я не Я в шоке Трындец Вроде с джинсами Все нормально Просто лимонная кислота Она же такой очиститель Она же может вообще Еще на 90 градусов Вот еще брюки Изары С белыми лампасами Стали ли они серыми Слушайте Ну пока непонятно Надо дать посушить В общем оно высушится Я наверное сюда вставлю вам Пока на первый взгляд Ничего прям супер критичного Не случилось Я просто зря Всхлепнула Короче я решила добавить Порошок для цветного белья Все таки Оно сохраняет там цвет Что-то такое Да Кондиционер И сделать На 30 градусов Супер быстро Даже не на 15 На 30 Думаю пусть будет Пусть постирается Раз лимонная кислота Не испортила Я думаю что сейчас Уже хуже не будет Ну что мои хорошие Доброго дня Точнее вечера Уже сейчас 15 минут Девятого вечера Я сегодня целый день Не брала Камеру в руки Чем я занималась Братенька Я сняла два видео Потом Как моя мама всегда говорит На засранку Чистота напала Да На меня напала чистота Я начала безбожно Все убирать Вот так Оно все как с нежным комом Там надо убрать Там-там-там-там-там-там-там И да Я убрала На кухне все убрала Посуду перемыла Туалет Ванну убрала Детскую убрала Вот В спальне чуть-чуть прибрала От того что я снимала видео Я там немножечко Повесила на стену Кое-что для фона Ну это увидите в видео В втором канале была распаковка С китайского сайта Вообще у меня там Такой домашний комплект Который я просто всем рекомендую Ну я просто такое люблю Он очень красивый Очень приятный к телу Просто Бест за бест Кому интересно Я даже могу ссылку на это видео оставить На моем втором канале Проходите И заодно посмотрите Вот я там гобелен такой повесила Прикольный Красивый фон Мне кажется Да Ну зацените сами Вот И все пошло-поехало Я начала разбирать вещи Вешалки там И потом пошло-поехало Попылесосить Помыть полы Повытирать пыль Сами понимаете Вот кстати Вот стол Не разобрала я только А так Все разобрала Сейчас приехать Таня Должна еще Должна принести Покушать Сказала Не готов ничего на вечер Я приеду Покушать принесу Вот И еще Поможет мне Может быть тут Разобраться Кое в чем Вот И И И И И Покрасить Думает она меня Но сейчас конечно 15 минут 9 Вряд ли наверное Мы уже сегодня будем красить Я так это и устала На самом деле Но посмотрим Может и покрасить Кто знает Так все чистенько Не хочется еще с краской Все залепывать Но Да Она наверное должна Меня покрасить Почему Потому что я помыла голову Вообще без бальзама Без ничего Уложилась Специально Даже кондиционер Не наносила Специально Чтобы Ну Как бы там На влажные волосы Я так понимаю Что они должны быть Без бальзама Без ничего Поэтому я их подготовила Вот Мы уже покушали С Денечкой Купаться пойдем Говорю А он не хочет В общем Сейчас надо Затащить его купаться И уложить его спать Таня уже по-моему Написала мне там Что она наверное Мчит Вот такой вот Вечер у меня сегодня был Ой девочки Смотрите Танечка принесла Мне что Беляши Они невозможно Вкусные Готовила ее Сестра Маша Это очень Очень вкусно Спасибо большое Крошки мои Так я ж крашусь Танюша приехала Она ж меня красит Покрасила Точнее А это значит Что уже в этом видео Я закончу этот влог И только в следующем видео Вы увидите Весь трэш Мы короче Сейчас пьем чаечек Вообще Девчонки Вот рецепт чая Который я придумала Благодаря Калине Я вообще думаю Пойти на рынок Реально Таня когда мне сказала Говорит Ты у Калины очень полезная Сходи на рынок Она мне только сказала Сходи на рынок Думаю я Сходи на рынок А сейчас настолько Она мне нравится И Таня еще говорит Что не всем Калина нравится Напишите Кто любит Калину Мне она прям вообще зашла Она говорит Поэкономи Оставь На зиму Она типа полезная Там от простуды То есть все Я говорю Да не могу Она вкусная Я говорю Пойду на рынок Искать ее За сахарем У нее много витамина С И при простуде Для нее твои лосины Волгомачили Да Лосинки лезные Да Она при простуде Самое такое Аффективное средство Так у меня коктейль этот Вообще Я чуть-чуть себя плохо чувствовала Так даже оно прошло Незаметно Вот Я тебе когда дала И на следующий день Ты мне уже звонила Ты не гундосила А до этого Вот ты разговаривала в нос Короче Калина Ломтик лимона Я рассказывала уже наверное Чуть пол чайной ложки Там чайную ложку По вкусу меда И шиповник Ну это чтобы почистить Еще и почки Да Да Ну и чай любой Кому нравится Зелененький Черненький Беленький Можно А ты что по себе Положил сюда У тебя просто А у меня чай Для похудения А Леовид Да Она любит его Чай Леовид Хорошо Пищеварение Там нормализует Да Ну после всего того Что мы съели на ночь Я думаю Это не лишнее Ну я во всяком случае После этого чая Чувствую себя спокойно То что все эти вот Углеводы Жиры Все что мы сейчас наели Да Печенюхи Что там Беляши Это да Поели мы сегодня нормально Все что Таня привезла В этот раз Очень вкусно У нее кстати Еще будут покупочки Светофор И вот То что она будет Говорить вкусно Ну короче реально вкусно Она мне привезла на тест Да Да Чтобы не как Прошлая паста Чтобы не как прошлый раз Дефиром Да Что Какое-то говно Потому что А вот что я хотела Открой А блин У меня же грязный волос Я хотела очки померить Ну сейчас Смоем красочку А я уже не буду показывать Какая я сосмыта Это же в отдельном видео А какая-то что Смытое Короче ладно Сейчас мы будем заниматься Ютубом Еще может быть я Попрощаюсь с вами Попозже Потому что я сижу Жду пока Голова потемнеет Вот Темнеет Очень темнеет Танцы да Слушай Ну это же Обновлюсь Желаемая такая вот Я вот хочу прям темной быть Да Зачем Я наоборот хотела Чтоб ты в блонд перешла Да передаю я всегда в блонд Блонда мой родной А сейчас меня тянет к моему Хочу походить немного со своим Ну посмотрим Посмотрим Я обалдею В следующем видео смотрите А может уже прощаться будем Мы что он был делать Мы сейчас дела поделаем Короче да Чай пьем Я смою Деньку положу спать Смой И все И мы будем как всегда До утра трындеть Да Уже с новым цветом Может быть это будет интересно Мы захотим этим поделиться Ну мы там Этим поделимся уже В следующем блоге Да просто вставишь и все Тебя Тебя вставлю Если что Мы же не прямой эфир ведем Просто врежешь и все Вот так вот Просто врежешь Ладно короче Если что вернемся Я если что Продолжение следует Кстати девочки История с моими вещами Которые я постирала В лимонной кислоте Сегодня так уж страшненько Да Вроде ничего серьезного Не случилось Ничего не выцвело Не выгорело Там не разлезлось Да Но я потом Простирнула еще раз В нормальном порошке Чтобы и с кондиционером Чтобы оно мягенькое было Ну Вроде бы все нормально Единственное что я в принципе Вещи постирала На 90 градусов Те которые не собиралась У меня по моему Джинсы вот эти вот Из Бельгии Они стали Крайне малы Они по моему Сели конкретно Но они стрейч Короче Вот это и вот это Я оставляю До того как я Первый раз Захочу куда-то это одеть И посмотрю Он вообще налазит На меня или нет Пусть пока лежит Сейчас не хочу мерить Вот А этот костюм Ну вроде нормально Удивительно Что 90 градусов Для него по моему Слишком Ну Тут немного почистить Просто надо В целом Катышек пока нету Никаких Все таки решила померить Вот эти штаны померила Они мне уже все Короче да Немного испортились Я это вижу Но думаю Кому я дам Не увидит И будет носить Но я уже не могу Такое носить Это заровские брюки Я их вообще одевала Там пару раз И сфоткалась С них один раз И все А эти джинсы Которые мне очень Очень жаль девочки Потому что я их покупала В Бельгии А я очень дорожу вещами Даже если они недорогие Которые я покупала За границей Это как бы знаете Такая связь у меня С Европой И мне там очень нравится Возможно Что я могу путешествовать Что я там была Что я что-то приобрела И вот у меня такая память Знаете Вместо магнитов Денечка отойди пожалуйста Да я сниму Вместо магнитиков Я люблю привозить вещи Они мне дорогие Я от них не могу избавиться Короче Да действительно Видите Зади ляшки Мне вот так передавило Та-дам И вам видно И это я конечно не люблю Да они подсели Они подсели Они на меня налезли Но они конкретно сели Ох Повезет же На чью задницу Они все-таки налезут Я думаю Что это даже Я не знаю Ну блин Как я их люблю Вот это вот Мне нравилась Вот эта вот штучка И даже Девочка стилист Которая ко мне приходила Ну вот эти вот Поеточки Которая ко мне приходила Она даже Ну как бы Их не захейтила Она даже нашла И образы под них Подобрала Говорит Даже прикольная Эта штука Мне кажется Она как-то удлиняет Декор Вот этот удлиняет Ножку Но худеть я не буду Под джинсы Я честно говоря Их редко одевала Именно потому что Они очень сильные Слимы были и тогда Но и сейчас Вот это вообще не вариант Ну что она будет лежать Кто-то поносит лучше Поэтому я это отдам И думаю Не буду зацикливаться Даже на вещах из Европы Это будет Это значит будет Что нужно Срочно поехать в Европу И снова пошопиться там Вот Потому что я уже много вещей Отдала Вот Открываем двери Для новых покупочек Открываем двери 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 Продолжение следует...